Здравствуйте, с вами канал Виктор Сергеенко. Как-то уже упоминал, что мой садовый участок находится неподалеку от поселка Новые Зори. Когда-то этот поселок назывался Штабка, и станция Штабка до сих пор имеет такое название. В этом поселке жил когда-то мой дедушка с бабушкой, и я там жил в детстве. Ну, правда, недолго, еще до школы. Страшно сказать, когда это было. И вот, когда я был совсем маленький, видел даже еще паровозы, иногда приезжали вот на эту станцию. И была там водокачка, ну и все такое прочее. Ну, потом, конечно, появились тепловозы, а электротяги на этой дороге и по сию пору нет. Ну, эта ветка, видимо, не очень интенсивная, поэтому этого не требуется. И, конечно, очень часто приходилось ездить в город, и много раз я в детстве ездил, и уже когда был взрослый тоже, не всегда на автомобиле это удобно. И вот эта станция Штабка по сию пору существует. Я помню, что там в холле вокзала станции Штабка висела очень интересная картина. Если не ошибаюсь, она называется «Не взяли на рыбалку». И вот, когда я был маленький, всегда смотрел на эту картину, она висела на стене, была очень большая, тогда мне казалось. Это, конечно, была копия, сделанная маслом, ну, действительно большого размера, наверное, метра три с чем-то. И вот все любовались этой картиной. Там стояла очень большая печка такая, помню, там был бак с водой, каждый мог подойти набрать воды. По-моему, даже кипятка еще можно было набрать, я сейчас припоминаю. И вот как-то в свободное время я заинтересовался, вспомнил про эту картину, думаю, схожу, посмотрю. И вот отправился на станцию, ну, благо, до нее буквально один километр. А не пользовался я пригородными поездами уже, наверное, лет 15, а то и 20. Ну, вот как-то не было такой нужды. И посмотрел, как все изменилось. Ну, перрон практически такой же остался, ну, может быть, немного его облагородили. Хотя, по-моему, все так же точно и было. Также по-прежнему существует рядом с вокзалом отдельно стоящее здание, туалет, типа сортир, как говорилось в одном из фильмов. Все здесь по-прежнему. И вот я прошелся по этому перрону, с которого много раз я садился на поезд и вместе с родителями, и вместе с дедушкой, с бабушкой. Ну, и сам, конечно, ездил. Здание станции штабка осталось прежнее. Ну, его, конечно, подремонтировали. За такой большой период времени благоустроили территорию. Вот станция штабка выглядит сейчас следующим образом. Хотел, конечно, зайти вовнутрь, посмотреть, как там сейчас все сделано, но тут меня настигло разочарование. Обзал штабка оказался закрыт на замок. То есть, войти туда нельзя. Я не припомню, как было раньше, но сейчас, видимо, открывают вокзал только тогда, когда подходят поезда и когда нужно куда-то сесть на какой-то поезд. Или как я не знаю, как сейчас работает эта система. И, к сожалению, туда зайти мне не удалось. Ну, я все-таки попытался. Зашел в подсобное помещение, где находился какой-то работник. И попросил мне открыть, показать, как там внутри теперь сделано, поскольку очень много воспоминаний. Но, однако, мне было в этом отказано. И по поводу картины. Мне сказали, что картины там такой давным-давно уже нет. Много лет уже так давно, что этот работник даже и не помнит, когда убрали эту картину. Но, видимо, убрали ее после того, как прекратил существование и Советский Союз. Ну, что тут поделать. Не удалось мне, конечно, войти вовнутрь. Но он мне заверил, что внутри все хорошо сделано. Хороший ремонт, все цивилизовано. Ну, а судьба этой картины, этой знаменитой копии ему неизвестна. Я попытался поинтересоваться еще у некоторых там работников. Даже из старшего поколения никто не помнит, куда эта картина делась. Так что осталась она только в воспоминаниях. Ну, правда, есть там стенд вот такой очень симпатичный, на котором размещены детские картинки. Тоже, конечно, это очень красиво. Но жалко, что такую картину убрали от этой станции. Это все-таки история. Зато появилось такое новшество. К названию станция Штабка добавился английский вариант этого названия. Уж не знаю, для кого это сделано и зачем. Ну, что я могу тут сказать? Каждый может подумать на эту тему сам. Когда вот такая станция Штабка, которая находится, ну, я считаю, в довольно далекой глубинке. И, однако же, сделано название на английском языке. Для кого это, я не знаю. Вот так. Ну, как бы то ни было, я считаю, что не зря сходил в Штабку, посмотрел вот этот старый вокзал. Ну, жалко, зайти не удалось. Ну, страшного ничего нет. Хорошо, что по-прежнему все-таки он существует. Так же, как и село Новые Зои. Хотя раньше это была Штабка. Давно уже нет там домика, в котором жил мой дед с бабушкой. Но тут поделать ничего нельзя. Все течет, все меняется в этой жизни. В конце пожелаю всем всего самого доброго. До свидания.